Привет, друзья! Сегодня покажу вам еще несколько томатов, которые мне тоже понравились. Вот я решила, знаете, вот так по чуть-чуть вам показывать. Вот сегодня будут томаты от конкретно одного производителя, это компания Гавриш. Вот сижу я рядом с томатом, это низкорослый томат, большая мамочка. Помните, я и в мешке выращивала его в теплице, там я его не формировала. Не знаю, там сколько стволов был, он весь был усыпан плодами, но они были маленькие, вот такого размера буквально. Здесь я его оставила в два ствола, собственно, как и рекомендуете. Конечно, здесь вот видите, результат другой. Другой помидоры действительно крупные, но вот эти еще маленькие, они просто не налились. Он есть и вот такой вот, круглой формы, практически сердечко, а есть вот именно прям в форме сердечка. Вот этот самый спелый, давайте сейчас я его сорву и покажу вам, как он выглядит внутри. Взяла специально нож, вот даже приготовила. Режу, только руку бы не разрезать. Ну, вот так вот разломлю дальше. Вот смотрите, помидорчик. Ну, вот у него четыре камеры, есть, конечно, семена, а здесь вот посмотрите, он на разломе, он действительно прям сахарный. Так что, друзья, советую вам и в салаты, и на заготовки. Вот, например, я буду делать вот что-то типа томатного соуса, обязательно, конечно, его туда применю. Посмотрите, пока сидела, заметила, вот такой вот плодик висит, сформировался с носиком. Я знаю, что многие любят томаты именно с носиком. Поэтому тоже, думаю, должен быть такой томат в нашей коллекции. Вот такой вот еще один томат, это уже высокорослый, бекалор, называется аппетитные щечки. Посмотрите, какие действительно щекастые томатики, такие полосатые. Сейчас тоже один срежем. Это среднеспелый уже томат. Ой. Давайте вам его, видите, какой он красавчик, здесь вот у него такая оранжевая попочка. Так, разрезаем. Смотрите, какой он красивый внутри, розовая серединка, желтый по краям. Сейчас попробую прям при вас. Сочный, сладкий, слегка прям какой-то даже цитрусовый припкус у него. Изумительный томат, советую от всей души. Так, следующий томат, это уже у нас идет среднерослый томат, это бычье сердце розовое. Посмотрите, вот он какой красавец. Я даже не знаю, вот как вам объяснить, какого веса будут эти кисти. Кстати, это не вершинка, это вот здесь вот остатки от цветочка, чтобы потом никто не писал. Вот так вот выглядит действительно сердцевидная форма плоды. Их очень много. Единственное, хочу сказать, выше, ну там есть буквально, там может быть, 3-4 томатика будет. Видно, все силы куст отдал на действительно формирование этих плодов. Тоже давайте сейчас буду, оторву самый спелый, чтобы нам его разрезать. И посмотрим, как он выглядит в разрезе. Сильно не буду резать ножи острые эти, оберховские. Вот разламываю. Смотрите, друзья, ну здесь вот сплошное, как вот принято говорить, помидорное мясо. Сахарный, красный, вкусный. Будем пробовать. Ну а что сказать? Сказать нечего. Знаете вообще, что такое томаты бычье сердце? А розовый, у него еще и шкурочка. У него еще и очень тонкая нежная кожица. Действительно, а здесь прям сахарный, как арбуз. Отличный вариант. Ой, блин. Еще один крупноплодный томат, это космонавт волков. Но он представление, думаю, не нуждается. Его многие выращивают и знают. Я его периодически сажаю, когда вспомню, потому что семена у меня есть. Вот этим семенам уже, я не знаю, наверное, сколько лет, 8, даже или 9. На соки он идет отлично. Давайте тоже будем резать. Я сегодня, видите, как хирург, режу и режу. Какие здесь плоды, видите? Ну, правда, единственное, хочу сказать, вот видно, из-за этой погоды было много в этом году махровых цветков. Поэтому здесь вот у некоторых томатов такая вот причудливая форма. А этот даже вот лопнул. Вчера поливала томаты, и вот результат. Когда поливаем уже поспевшие, надо их, конечно, заранее снимать. Ну, тоже вот смотрите. Вот видите, опять, вот это вот прям вот сахарные плоды. Вот поэтому я и говорю, что на соки он отлично подходит. И также и на томатную пасту, и на все, что угодно. Но опять вот мне вот оператор кивает, давай, говорит, пробуй. Пробую. Сладкий томат, но присутствует помидорный вкус. Вот чем-то мне даже напомнил, немножечко по вкусу напомнил мне вот бычье сердце. Но опять же говорю, что этот томат многие выращивали, поэтому вот так вот в представлении, в дополнительных он не нуждается. Кстати, вот что, ой, что аппетитные щечки, что бычье сердце розовое, что от «Космонавт Волков» это все среднеспелые томаты, я забыла вам сказать. Но еще один томат, это вот томат «Изящные пальчики». Видите, такие мелкие-мелкие черрики. Вот действительно, посмотрите, он весь усыпан вот такими пальчиками. Ну, конечно, он подойдет или только для салатиков, или вот для заготовок, особенно для ассорти. Посмотрите, у него такие сложные кисти, то есть сразу здесь несколько идет ветвлений, и их очень-очень много. Я уже тоже их потихонечку щипаю в салатик, пробую сладкие-сладкие черрики. Ну вот, друзья, показала я вам некоторые из этих томатов, которые мне понравились, и которые, естественно, будут у меня расти в моей теплице еще не один год. Правда, не люблю загадывать, но надеюсь, что все будет в порядке. В следующий раз еще что-нибудь интересненькое покажу. Спасибо за просмотр, до новых встреч, и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok